Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Возвращаемся мы на финансовые рынки и продолжаем анализировать все, что на них происходит. Напоминаю то, что эта неделя у нас интересна тем, что ждем много отчетов из США. И самое важное, это статистика по Non-Farm Perils в пятницу. До этого нам настроение, надеюсь, подогреет заседание ФРС. Двухдневное заседание, оно стартует сегодня и завтра в 10.00 по Москве. Будем смотреть за ставкой и уже анализировать последующие после этого пресс-конференцию руководства ФРС. Ждем намеки на сохранение прежнего вектора направления политики касательно ужесточения и нормализации денежно-кредитного вектора. Это тот настрой, который может обеспечить и должен, надеюсь, обеспечить доллар импульсом роста. В нем он сейчас явно нуждается, потому что на текущий момент у нас пара USDN котируется пониже того, где мы начали неделю, 113.58. Но я искренне верю, что с такой фундаментальной поддержкой, как грядет, доллар все-таки справится, найдет основание для роста. Обо всем, как и всегда, по порядку. Давайте начнем с нефти. Здесь снова позитивные новости, точнее факт хорошего настроения для медведя, потому что нефть хоть и не динамична, но снижается. 55.29 клоун с вчерашнего дня, сейчас актив торгуется на отметке 55.18. Сразу отмечу то, что новостей, как таковых, за прошлый день не было. Но в отношении рынка черного золота отсутствие новостей это тоже неплохо, поскольку если нет новостей, нет дополнительных фундаментальных поводов, значит мы с вами продолжаем вариться в том фундаменте, который уже на рынке появился загодя до этого. В частности, у нас четкое понимание того, что США путают все карты оптимистам в отношении нефти, думающих и надеющихся на то, что соглашение ОПЕК, сделки, энергетический пакт, как угодно его можно называть, в содружестве с регионами, которые не входят в эту организацию. Ограничение добычи это сможет решить проблему с перенасыщением рынка, поспособствует нахождению балансового состояния между тем количеством нефти, которое присутствует и тем количеством нефти, которое необходимо. И все это, скажем, обеспечит потенциальный импульс для роста углеводородов и возможность для того же самого Brent закрепиться выше 60 долларов за баррель. Мы, конечно же, знаем, что на рынке такие оптимистичные ожидания присутствуют, но в то же время являемся и остаемся реалистами. Видим то, что не очень торопится нефть выше даже отметки 55 долларов за баррель, потому что сдерживает этот самый оптимизм рост объемов добычи нефти США. В эту среду мы с вами ждем очередной отчет по запасам нефти. Хотя буквально сегодня ночью, ну можно так сказать, с авторника на среду отчет первого Американского института нефти АПИ. Напомню, что в прошлой неделе у нас был позитивный фундамент, связанный с тем, что запасы увеличиваются. И его мы с вами использовали как такую локальную микроподдержку для короткой позиции. Сейчас обращаем больше внимания даже не на запас, а на то количество нефти, которое производится в США. Напомню, что недели ранее плюс 17 тысяч баррелей в сутки. Тематики мы уже с вами говорили, сколько стоит ожидать. Здесь совершенно очевидно много. Количество нефтиных терминалов в США сейчас 566. Будет больше, будет гораздо выше 600 штук при сохранении прежних темпов. И сейчас на рынке уже поговаривают о том, что в этом году, в 17-м, Соединенные Штаты Америки смогут увеличить добычу нефти по сравнению с тем же самым 16-м, где-то на миллион баррелей. Это значит, что каждый квартал мы можем рассчитывать на прирост в 250 тысяч баррелей в сутки. И с темпами, которые наблюдаются сейчас, это вполне возможно и реально. Хочу также отметить, что на текущий момент спекулятивная позиция по фьючерсным контрактам, по данным CFTC, со стороны трейдеров, хедж-фондов, инвестиционных банков, крупных игроков, в общем, максимальная. Длинная позиция, исторический максимум. Верят многие в то, что актив будет расти, но классика жанра, психология, возможно, это и есть проявление всеобщего заблуждения. И еще один сигнал в пользу того, что нужно продавать позиции черного золота. Наша с вами цель по-прежнему 53 доллара за баррель. Ждем этот уровень. Российская валюта против американца. 59,85 никак рубль не дает затащить себя выше планки. 60 мы знаем, что есть триггеры для этого на внутреннем рынке из-за решения Минфина. О валютных интервенциях они, собственно, начнутся уже завтра. Величина их, напоминаю, 50 миллионов долларов в день, хотя Минфинам были определены границы роста этого объема выкупа до 100 миллионов. Будут пополнять резервный фонд, который стащился в несколько раз. Будут снижать платильность на валютном рынке и будут компенсировать недостающую часть для федерального бюджета. Поскольку по версии, опять же, самих монетарных властей более-менее справедливое значение рубля при текущих ценах на нефть это 62-63 рубля против американцев. Вот как раз этот уровень мы с вами и ждем. Дальше идем. Доллар против японской иены. С нее мы начали. Сейчас поговорим чуть подробнее. 113.58 котировки на текущий момент наблюдаем на графиках рынка Форекс. В частности, вчера был довольно интересный по макроэкономическим отсчетам день. Вышли данные по личным доходам, которые выросли на 0,5% против прошлого роста на 0,2%. Прогресс, очевидно, в 2,5 раза. По сути, динамика улучшилась. Индекс расходов. Также тот показатель, который характеризует и потребительскую активность, а еще параллельно, является опережающим фактором для показателей CPI, то есть инфляции. 1,6. Прирост. Это максимальное значение с 2014 года. Если у нас индекс расходов на лишнее потребление на максимальном уровне с 2014 года, значит это, опять же, возможность увидеть более сильные значения по инфляции. И движение к цели в 2%, что является хорошим условием для того, чтобы ужесточать монетарную политику и повышать процентные ставки. Уверен, что ФРС, который соберется сегодня, в первый день двухдневного заседания, будет исходить из тех предпосылок, которые базируются, опять же, на росте индекса потребительских цен. Мы верим в жесткую риторику и думаем, что она обязательно поддержит дальнейший интерес к американцу против иены. Буквально несколько часов назад состоялось заседание Банка Японии. Ключевые параметры денежной политики остались без изменений. Ставка минус 0,1%, объем выкупа активов 80 трлн. иен в год. И ориентируя, опять же, на удержание доходности японских десятилеток на отметке 0. То есть, если будут прецеденты выхода за этот диапазон нулевой ставки, то будем наблюдать валютные интервенции. Ну, собственно, все как и раньше, как и месяц назад, как и два, без изменений. Я хочу обратить ваше внимание на комментарии министра финансов Аса Японии, который сделал акцент и, по сути, четко отметил, со ссылкой на прямую формулировку, то, что пара доллар-иена будет и дальше находиться в восходящем тренде. То есть, тренде, направленный на рост доллара и ослабление позиций японской валюты. Надеюсь, что рынок начнет уже отыгрывать эту идею и больше, я надеюсь, на поддержку. Либо не со стороны Трампа, который что-то временит и тянет резину с реформами, которые он обещал, и даже в большем случае высказывается сейчас относительно политики протекционизма. Либо, соответственно, будем ждать поддержки со стороны уже макроэкономических данных, но он по Amperels, который в пятницу. И заседание ФРС, которое у нас завтра в 10.00, то есть ставка и комментарии. Ждем роста и надеемся, что пара USD-иена хотя бы на этой неделе найдет основание для закрепления выше 115 иен против доллара. USD-кат. Сразу проведу параллель опять же с политикой Трампа. Мы вчера видели укрепление позиций канадца. Я практически не сомневаюсь. То, что сегодня мы будем уже констатировать обратную динамику, потому что сегодня на повестке ВВП Канады в 16.30. После этого состоится выступление уже председателя Банка Канады Полоза, который, разумеется, будет высказываться о текущей денежно-кредитной политике. И если обратить внимание на вероятность и допустить возможность еще одного снижения процентной ставки, то это, разумеется, тот самый сигнал, который тут же будет дисконтирован в Канадце и поспособствует тому, чтобы пара USD-кат снова начала расти. Помимо этого, мы ждем все-таки прояснения ситуации, неопределенной ситуации в отношении действий, направленных на усиление протекционизма. Если, соответственно, и дальше мы будем говорить о действиях администрации Трампа, которые направлены на потенциальный пересмотр условий НАФТО, очень важного договора для Канады, тогда канадский доллар даже уже не будет следить и обращать внимание на поведение американца, а будет дисконтировать непосредственно те экономические риски, которые могут повлиять на него в первоочередном порядке. Мы рассматриваем USD-кат с точки зрения длинных перспектив и горизонтов, вы видите ее на отметке пару 1.35. Я думаю, что многие из вас согласят, что есть все основания, чтобы двинуть туда. Если недостаточно макрофундамента по Канаде, недостаточно сигнала для роста доллара, тогда можете ориентироваться на динамику нефти, потому что черное золото является определяющим активом, в частности, касательно тех сырьевых инструментов, которые завязаны и зависят от стоимости на энергосырье. Евро против американца. Сегодня довольно интересный день, поскольку сегодня у нас индекс потребительских цен по еврозоне. В 13.00 по Москве параллельно выйдет еще и отчет по ВВП. Что касается индекса потребительских цен, я хочу здесь провести параллель с вчерашним отчетом по инфляции в Германии. Статистика сильная, лучшая с 2014 года. И это в моменте оказало влияние на потенциальную риторику того, чтобы Европейский Центральный Банк уже одумался и перестал заливать экономику деньгами. На текущий момент через программу количественного смягчения уже влито больше 1,5 трлн евро. Но вместо того, чтобы услышать такие комментарии, мы наблюдали абсолютно другую позицию. В частности, представитель Европейского Центрального Банка, даже членоправляющего совета Ивальд Навотны, сделал четкую формулировку и обозначил высказывание довольно недвузначное. То, что параметры денежной политики могут быть пересмотрены в июне. Однако ЕЦБ даже не раздумывает о том, чтобы выходить из текущих беспрецедентных стимулов. Почему? Потому что они по-прежнему очень важны. И если мы говорим о позитиве макроэкономическом для еврозоны, нужно понимать, что этот позитив обязан как раз этим стимулам. Поэтому если их сейчас с рынка убрать, тогда и вся статистика пойдет снова под откос. И покажет, наверное, истинные очень слабые цифры. Поэтому программа количественного смягчения будет действовать и дальше. Об этом говорил и Драгий. И в пятницу об этом говорил и президент Бундесбанка Вайден, который четко отметил то, что без текущих стимулов еврозона не сможет показывать адекватные и достойные для валютного блока показатели по ЛВП. Сохранение мягкой политики – это сигнал для ослабления. Сигнал для ослабления еще и политические риски, выборы во Франции. Возможная победа Мари Липен, возможный отказ от Евро, возможный приход к власти в Италии партии Пятизвезд. Тоже еще один референдум за выход из состава Европейского Союза. Это все темы ближайшего будущего. Мы их обязательно будем обсуждать. Но изначально это, разумеется, серьезный негатив. Вы ни в коем случае об этом не забывайте. Евро по-прежнему рекомендую продавать. Цель, как и раньше, снижение в район ниже 1,05 и уже последующий уход до паритета. Надеюсь, мы все-таки доберемся. Из других отчетов и событий, а также валютных пар, фунт против американцев. Здесь пока серьезной и интересной статистики нет. Но вот в четверг ситуация изменится, потому что четверг – супердень для Англии. Так и действительно называют суперчетверг, потому что очень много макроэкономических отчетов. Особый акцент я хочу сделать на показателе инфляции. Очень интересно будет посмотреть за цифрами, потому что сейчас очень много трейдеров, опять же, долгосрочных трейдеров, пытаются найти сигнал в росте индекса потребительских цен, как следствие ослабления валюты и давления на будущие показатели ВВП. Вы помните, несколько дней назад мы говорили о том, что ВВП Англии в 2017 году может серьезно просесть из-за того, что вырастет инфляция и притопит позиции и активности потребителей. Поэтому мы в четверг будем следить за этим отчетом. Я считаю то, что инфляция может и вырасти, но не так сильно, как сейчас многие прогнозируют. Поэтому от отчета и, в принципе, от четверга я жду поддержки для длинной идеи по фунту. И полагаю, что пара, прежде чем пойти ниже, все-таки сможет уйти в район 1.27-1.28. Сейчас у нас до этой цели 1.27 остается 190 пунктов, текущей котировки 1.25-0.8. Из других важных релизов еще раз отмечу, помимо пресс-конференции, кстати, Банка Японии, которая началась 14 минут назад. То есть сейчас вы, наверное, уже можете наблюдать волатильность, всплеск интереса к паре доллара и японская иена. Я тоже после брифинга переключусь на, собственно, рынок, посмотрю за тем, что там происходит. А завтра уже расскажу, что было интересно сказано. В 13.00 ждем индекс потребительских цен по еврозоне. В 16.30 в ЛУП Канады пресс-конференция по лозу руководства Банка Канады. И в 18.00 это уровень доверия потребителей в США. И со вторника на среду в 0.30 по Москве уже будет отчет от Американского института нефти по запасам. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, как и всегда, можете оставлять ваши комментарии, спрашивать по любой теме, которая вас интересует, на канале на YouTube, либо на форуме AmMarkets в специальной аналитической ветке. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте о том, что волатильность будет только возрастать по мере приближения к пятнице. А с ростом волатильности возникают, конечно же, риски для неправильных, необдуманных и не совсем эффективных торговых решений. Самый верный совет и подход к рискованному трейдингу – это все равно не злоупотреблять правилами классического риска менеджмента. Об этом я говорю вам всегда и надеюсь, что многие уже не просто намотали на усы это, а уже используют это в непосредственной практике. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.